Виталий 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 Покупателям в разные стороны мира И наш программный продукт Он представляет собой готовый интернет-магазин На который транслируется Вся информация С этого китайского агрегатора Переводится на лету на нужный язык И так далее И здесь приведены скриншоты наших сайтов Которые как раз представляют наши продукты Это готовый интернет-магазин, коробка Это ключ API И недавно мы запустили еще Бесплатный проект Selfry Со слоганом «Сделай Selfry» Я разберу с вами сегодня три кейса. Первый из них – это ситуация, когда вам нужно принять непопулярное решение. Предположим, вам нужно повысить цены или изменить тарифы, или каким-то образом поменять условия, к которым ваши пользователи уже привыкли. Что было у нас? Наш программный продукт, у него такая бизнес-модель, что, во-первых, пользователи сначала его покупают, а потом в процессе использования они платят сервисные платежи. Есть два основных типа сервисных платежа – это процент от оборота и тариф от вызовов к нашему API. И так как изменилась ситуация на рынке, и по результатам нашего анализа происходящего, мы решили внести изменения в наши тарифы. Тариф от вызовов мы сделали в четыре раза дешевле, но в то же время ввели новое правило. Для пользователей на тарифе оборот, для некоторых пользователей при выполнении определенного ряда условий, мы оставили за собой право принудительного перевода их на другой тариф. Мы работаем по договору оферты, и в этом договоре прописано, что мы обязаны за месяц уведомить наших пользователей об изменениях в наших тарифах. Ну, что мы, собственно, сделали. То есть мы написали рассылку, где формально описали, что ребята, дорогие наши пользователи, вот у нас с такого-то числа через месяц вступают в силу следующие изменения. Тариф такой-то теперь будет считаться вот так-то, а, значит, по тарифу такому-то у нас будет вот такое право. Ну, разослали эту рассылку нашим пользователям и счастливые, значит, продолжили заниматься своей работой. А что мы получили в результате? Во-первых, на нашем форуме была заведена ветка нашими пользователями с темой, поддерживаете ли вы решение OpenTrade об изменении тарифов, где все начали писать, что нет, конечно, не поддерживаем, начали голосовать против. Обосновывать, что это неправильное решение, что оно ухудшает их положение. Одновременно у нас просто как бы есть какой-то нюанс, так как команда удаленная и клиенты в разных городах и странах, основная коммуникация у нас происходит через Skype. То есть у нас есть клиентские Skype-чаты с нашими менеджерами, у нас есть внутренние командные чаты, и есть отдельный чат, где собираются наши агенты, там нет наших сотрудников, и они там друг другу как-то помогают работать, обсуждают какие-то вопросы, дают друг другу советы, и иногда перемывают нам кости. И в этом внутреннем чате, соответственно, началась паника. То есть на протяжении нескольких дней они паниковали, все это там друг друга накручивали, и в определенный момент эта информация дошла до нас. И один из агентов предложил мне в этом чате присутствовать и как-то повлиять на ситуацию. Я согласилась, и в течение двух дней я общалась с нашими клиентами, отвечала на их вопросы, объясняла, как бы, что мы сделали и зачем. И, ну, в результате, как бы, ситуация устаканилась, но вот если ее проанализировать, какие ошибки мы совершили. То есть первая наша ошибка была в том, что положительные изменения, то есть то, что у нас один тариф стал дешевле в четыре раза, мы никак не акцентировали на этом внимание. Это очень важно. Если вы что-то делаете хорошее для своих клиентов, обязательно донесите до них эту информацию, убедитесь, что они ее поняли. Для того, чтобы это компенсировать, мы потом делали отдельную рассылку именно с хорошими новостями, с разными какими-то новыми программными там фишками, которые мы для них придумали и как они улучшат их жизнь. И в том числе подробно описали, что вот смотрите, какое хорошее нововведение. У нас этот тариф стал дешевле в четыре раза. Вторая наша ошибка заключалась в том, что мы действовали формально по регламенту. То есть в нашем регламенте написано «уведомить за месяц», мы за месяц и уведомили. Мы не подошли к этому как бы по-человечески, с учетом того, что сейчас кризис, экономическая ситуация довольно сложная. Люди паникуют, реагируя на какие-то новости, и мы эту панику не просчитали. Мы не учли вот этот эмоциональный настрой. И поэтому нам пришлось очень подробно и со многими лично общаться и разъяснять, что это правило, оно не ухудшает их жизнь, а что вот так-то оно будет применяться, что будет планироваться индивидуальная работа. А вот эта девочка, она демонстрирует нашего клиента в период кризиса, который всегда готов к чему-то плохому, всегда ожидает, в общем-то, что сейчас где-то его обидят, повысят цену. Ну мы, в принципе, все этого ожидаем. Мы все находимся сейчас с вами в этом кризисе. И поэтому на эмоциональном уровне нужно очень аккуратно взаимодействовать со своими клиентами и хорошие новости доносить до них усердно и доходчиво. А если как-то вы ухудшаете условия, то постарайтесь отнестись к ним по-человечески, где-то их подстраховать, где-то им помочь. И мы со своей стороны индивидуально работали с каждым из тех клиентов, которых мы планировали перевести на другой тариф. В течение месяца мы анализировали, что там у них происходит, и действительно ли те условия, которые мы выдвинули, они приведут к тому, что мы им тариф изменим. Поэтому все наши правила, которые мы используем при работе, они все сводятся как раз к нюансам коммуникации. И донесение негативной информации до ваших клиентов, изменение условий – это один из наиболее сложных моментов, где нужно принимать во внимание именно психологические, прогнозировать эмоциональную реакцию людей и стараться неформально подходить, а разъяснять, показывать, какие будут плюсы, объяснять, как можно нейтрализовать какие-то минусы. То есть проявить своего рода заботу о ваших клиентах, когда вы каким-то образом изменяете условия. Следующий вопрос, на котором я бы хотела остановиться, как большой такой кейс – это поддержка клиентов. Я думаю, что те, кто работают в веб-студиях или в какой-то разработке, они так или иначе общаются с клиентами с одной стороны и осуществляют их поддержку. Ну и в том числе все мы с вами как пользователи тоже постоянно сталкиваемся с каким-то саппортом. Будь это хостинг, где у нас сайт, будь это банк, который нас обслуживает, или интернет-провайдер и так далее. То есть это та тема, которая близка и актуальна каждому. И, наверное, вот здесь тоже очень часто возникают проблемы коммуникации, потому что если у вас существует первая линия поддержки, которая принимает все самые первые обращения и потом решает, куда их передавать дальше и что с ними делать, и вы сами наверняка неоднократно сталкивались, много шуток и анекдотов уже на эту тему, он насчет ваш звонок нам очень важен. Потом с вами связывается там девушка, которая разговаривает по скриптам, дает вам какие-то стандартные ответы, и в конце концов как бы вы потеряли кучу времени, не получили ответ на свой вопрос и, в общем-то, остались разочарованы. И когда вы со своей стороны поддерживаете своих клиентов, то есть две крайности. То есть, с одной стороны, конечно, можно всех посылать, это одна крайность, с другой стороны, можно всех посадить себе на шею. Но обе эти крайности, они идут не на пользу вашему бизнесу. То есть, в первом случае вы растеряете всех клиентов, а в втором случае вы потеряете свой бизнес. Поэтому нужна такая определенная золотая середина, как лучше общаться с клиентами. Поэтому выстраивается система по обработке обращений клиентов и прописывается правило, по каким правилам вы работаете. Как это работает у нас? Во-первых, у нас есть скайп-чаты с клиентами, где работают менеджеры клиентской поддержки. То есть, там задаются все текущие вопросы. Мы консультируем, как работать с продуктом, как его настраивать, что делать, если случилась какая-то проблема. У нас замечательные девушки-менеджеры, которые ведут поддержку. И общение там, оно такое эмоциональное. То есть, мы можем и смайлик какой-то, и цветочек прислать клиенту, особенно если клиент женщина. И обсуждаем какие-то вопросы. Например, клиенту нужна отсрочка платежа. Человек нам пишет, что простите, я в больнице, не успеваю оплатить очередной платеж. Пойдите навстречу, дайте отсрочку на три дня. То есть, это решается как раз в скайп-чатах. Второй уровень поддержки – это система технического саппорта. Туда пишутся обращения. И там как раз есть первая линия техподдержки, технические специалисты, которые решают, куда эта заявка пойдет дальше. К какому разработчику или в какой отдел. Или нужно привлечь как раз опять менеджера, чтобы там с какой-то ситуацией разобраться. Соответственно, технические вопросы решаются через техсаппорт. И для обратной связи клиенты имеют возможность в техсаппорте поставить оценку, ответу. Ну, как бы эти оценки видим, в принципе, только мы. Но руководитель отдела всегда может оценить, как отнеслись клиенты к тому или иному ответу нашего сотрудника. Плюс есть специальная ветка на нашем форуме претензий по саппорту, куда разгневанный клиент может прийти, нажаловаться, выговориться. И все эти сообщения, конечно же, отслеживаются. И на них идет реакция. И вот Виталий в предыдущем своем докладе обсуждал тему негативных отзывов. И под конец вот уже как бы к этой теме подошли к тому, что с негативными отзывами нужно работать. Ну, мне кажется, это настолько очевидная вещь. И мы можем только поговорить о том, как с ними работать правильно. Это скриншоты с нашего форума. Тут вряд ли, конечно, что-то можно разобрать. Но когда я готовилась, я выписала какие-то наиболее типичные обращения наших клиентов и нашу реакцию. То есть, например, у нас на форуме появляется такой отзыв в этой ветке. Ну, в целом неплохо, мне все нравится. Но вот единственное, это ужасная работа саппорта, пишет наш клиент. Работа просто ужасная. Вот у меня как-то там сайт два дня не работал, никакой реакции не было. Ну, а так в основном все хорошо. Вот как бы отзыв, с одной стороны, вроде бы положительный, с другой стороны, какая-то вот такая вот оценка, но не очень хорошая. И если это начнут читать наши остальные клиенты, у них останется негативное впечатление о нашей работе. Поэтому ответ на это обращение идет в следующий. Пожалуйста, укажите номера тикетов в техподдержку, где вы писали о том, что ваш сайт не работает. Мы будем разбираться. То есть, мы просим конкретику для того, чтобы, если действительно мы сделали что-то не так, то мы разобрались и решили этот вопрос. Клиент в ответ не отвечает. Из чего и мы, и все остальные читатели данного форума делают вывод, что конкретики нет. То есть, на самом деле, вот, ну, человеку просто захотелось написать, что вот, наверное, что-то не работало. Здесь нет никакой негативной реакции на его обращение. Здесь только идет приглашение к конструктивному обсуждению. Следующая история у нас была, когда клиент на форуме написал очень длинное, подробное и очень разгневанное описание того, как он обратился в техсаппорт. Он ожидал поддержки, ему там не отвечали или отвечали не то. И, в общем-то, путем достаточно долгой переписки в результате его проблема все равно не была решена. И поэтому он привел все вот эти там ответы. Значит, ну, такая была длинная и достаточно жесткая претензия. Первый ответ поступил от меня, как от руководителя этой организации, где я написала «Большое вам спасибо», там Александр человек звали, что вы нам рассказали все это так подробно. Я обязательно разберусь с тем, что произошло, выясню причину, и как бы начальник отдела техподдержки вам отчитается. То есть первый ответ поступил буквально там через несколько минут после этой жалобы. А дальше мы действительно разбирались, в чем проблема. Мы выясняли, где наши сотрудники в чем-то ошиблись, где, может быть, клиент что-то не понял. Начальник отдела поддержки пошел в скайп к клиенту, чтобы лично с ним обсудить и решить этот вопрос. И после этого он написал на форуме, что вот мы с вами как бы лично обсудили, и я здесь напишу, что проблема была вот такая-то, решили мы ее вот так. И извините за то, что как бы проблема решалась столь долго. В общем-то, в этом наша вина. Следующее обращение тоже достаточно типичное. Это была очень эмоциональная жалоба на то, что как бы сайт не работает. Действительно, у нас был технический сбой, и в 2 часа ночи у нас перестали работать ряд магазинов на нашей платформе. Ряд интернет-магазинов, а вообще у нас их там порядка 300 работает. И дело в том, что у нас поддержка настроена таким образом, что если клиент пишет нам обращение и выбирает тему, как бы сайт не работает, то у нас выходит смс-оповещение всем разработчикам и руководству. Даже если это произошло в 12 ночи или в 3 часа, потому что наши клиенты живут в разных странах и работают в разных часовых поясах. И, конечно же, мы стараемся тут же бросить все и пойти разбираться. Ну, по крайней мере, те, от кого это зависит. И вот когда этот сбой произошел, на форуме была заведена тема в 2 часа ночи, что произошел такой-то сбой, специалисты разбираются, не волнуйтесь, в этой ветке мы будем отписываться о новостях. Соответственно, решение проблемы, к сожалению, затянулось, неработоспособность наблюдалась на протяжении нескольких часов, но где-то к 8 утра уже все было решено, о чем, собственно, в этой ветке сообщили, и все успокоились. Соответственно, в ветке, где принимаем жалобы на саппорт, в ответ на вот это эмоциональное обращение было тоже очень корректно отвечено, что «Здравствуйте, вот, посмотрите, ссылка на тему, где было объявление об этой проблеме». Также ссылка на эту тему обычно дублируется на входной странице в техсаппорт. И проблемы изъялись сразу же после того, как ее заметили, и она была решена в такое-то время. И еще была жалоба на то, что человек написал обращение в техсаппорт и очень долго не мог получить ответ. В ответ на это ему, во-первых, процитировали правила, в течение какого времени вообще, в принципе, нужно ожидать ответа. У нас есть эти правила, они описаны, более того, у нас описано, как правильно оформлять свои обращения, чтобы быстро получить ответ. И когда человек пожаловался, что быстро ему был дан автоответ, то есть человек подумал, что ему ответил робот, что ваши претензии приняты, разбираемся, ему тоже разъяснили, что «Нет, вам ответил живой человек, он прочитал ваше обращение, оценил, что сам он его решить не сможет и передал его разработчикам, теперь в порядке очереди все решат». И были еще положительные отзывы, вот они вот здесь у нас прям с краешку, один даже почему-то кверх ногами перевернулся. Ну, в общем-то, вот я процитирую, сегодня техподдержка меня удивила, ответ пришел за 7 минут на мой вопрос, и мой вопрос был решен. Андрей Шорс, спасибо за оперативность. Ну и, то есть, вот по поводу положительных отзывов, в предыдущем докладе тоже как-то упирали на то, что положительные отзывы, это прям практически только за деньги все и пишут. Вы знаете, это не так. То есть, если вы общаетесь с клиентами на каком-то эмоциональном уровне, если вы поддерживаете их по-человечески, если вы относитесь к ним как к людям, то есть в этом есть, в вашем бизнесе есть какая-то человечность, то эти люди, они отреагируют по-человечески. То есть они и ругаться на вас будут, как нормальные люди, и они не забудут вас похвалить, особенно если вы их тоже благодарите за какие-то действия в свой адрес, который они совершают. То есть у нас, например, ежемесячные сервисные платежи, за каждый платеж мы говорим нашим клиентам спасибо. Поэтому, когда мы что-то делаем для них хорошего, им тоже несложно сказать нам спасибо и пойти на наш форум или написать где-то про нас положительный отзыв. Какие же правила в такой работе? Первое правило – это оперативность. Мы сейчас рассматриваем с вами негативные ответы в первую очередь. То есть если вы где-то увидели негативный отзыв о себе, то очень важно ответить на него оперативно, чтобы он не висел вот таким вот одиноким, его все читали, запоминали, и неизвестно, придут ли они в следующий раз еще туда посмотреть, ответили вы что-то или нет. Даже если у вас нет какой-то фактической информации, чтобы ответить на эту претензию предметно, вы можете использовать вариант, который я приводила чуть раньше в примере, что здравствуйте, спасибо за ваш отзыв, мы его поняли, мы разберемся и обязательно напишем, чем все закончилось. То есть поблагодарить и пообещать разобраться, то есть все равно вот эта реакция, она должна быть оперативной. Это очень важно, особенно в интернете, потому что вы не знаете, сколько человек прочитали, вернутся они или нет, а вот этот негатив, он останется. Второе правило, это если в том, что произошло, действительно есть ваша вина, то желательно ее признать и принести извинения. Вот здесь я хочу привести в пример, например, есть Альфа-банк, вот у меня такое ощущение, что у них среди менеджеров в офисе действует такое корпоративное правило, никогда не извиняться. Даже если менеджер совершил в обслуживании вас несколько ошибок подряд, сказал вам какие-то не те документы принести, и про что-то вам сказать забыл, или что-то сделал неправильно, никогда не извиниться. Возможно, в Альфа-банке есть такое корпоративное правило, я не знаю. Я считаю, что если ваша вина действительно есть, то за нее нужно извиниться. Если вашей вины нет, извиняться не за что, нужно просто стараться помочь клиенту в его проблеме. Следующее правило – это уважение. Ну, это то, на чем вообще основывается все. Ну, на мой взгляд, должно основываться все. То есть, если мы говорим о бизнесе, то бизнес-отношения между клиентами и теми людьми, которые их обслуживают, должны в первую очередь основываться на уважении. И даже если клиент очень грубо о вас отозвался, и в каких-то, может быть, оскорбительных выражениях, то вы можете попросить его, чтобы он корректно выражал свои мысли, но переходить на тот же самый эмоциональный уровень, ну, как говорится, обиды на клиента – это признак непрофессионализма. Не нужно обижаться на клиента, вы как бы там не в детском саду, у вас какие-то бизнес-отношения, поэтому как вы в поддержке должны относиться к нему с уважением, так и такого же уважения вы можете требовать к себе. Ну, у нас, например, существует правило, что, ну, понятно, что на форуме у нас запрещены оскорбления, чей бы то ни было адрес, и они просто удаляются. А если же клиент у нас во внутреннем скайп-чате позволяет себе грубо выразиться или, ну, грубо пишет в тикете в технической поддержке, то ему отказывается в обслуживании на три дня, и мы ожидаем от него извинений. И такие ситуации были, то есть была и нецензурная брань, люди бывают разные, и ситуации бывают разные, но разбираясь с той проблемой, которая случилась у клиента, мы все равно требуем от него уважения и к нашей работе тоже. Это важно, да? То есть вот эти границы, их важно установить. Следующее правило – это благодарность. Ну, вот на том слайде, где у нас были скриншоты, там, в общем-то, ну, как бы не все было видно, но там, например, на какой-то гневный отзыв одного из клиентов наш менеджер пишет, что «Здравствуйте, уважаемые, рады вашей активности, спасибо вам за то, что вы помогаете нам стать лучше». То есть вы же понимаете, что если отзывы конструктивные по делу, то они действительно помогают вам стать лучше. И поблагодарить за это – это, опять же, перевести дискуссию в более цивилизованную плоскость. И последний результат. Вот тот пример, когда у нас начальник отдела поддержки разбирался с проблемой клиента в личном общении, но после этого он пришел на форум и описал результат. То есть что вот мы с вами поговорили, мы вот это выяснили, мы вот так это решили, результат такой. То есть если претензия или отзыв негативный был в публичном поле, и вы пообещали что-то сделать, то желательно это также не просто до клиента лично донести, а в этом же публичном поле и написать, что вот такие-то меры были приняты, вот такая-то была там компенсация или бонус, или что-то еще. И, в общем-то, клиент остался счастливым. Следующий кейс. А если не остался? Если не остался счастливым, Кира, ну зависит от конкретной ситуации, но мы стараемся понять, в чем была конкретная проблема и какого решения клиент ожидает. И если его ожидания, они нарушают очень сильно наши бизнес-интересы, ну как бы бывают такие ситуации, то, конечно, мы не идем полностью на поводу. Ну или его психическое состояние, например, не совпадает с вашим видением. А вот это мы сейчас перейдем, у нас как бы следующий кейс. Это ситуация, когда клиент объявляет вам войну на полном серьезе. По поводу психического состояния, ну я как бы сразу хочу сказать, что мы с вами не психиатры, и в нашу компетенцию не входит ставить клиенту диагноз, считать его адекватным или неадекватным. наша задача решать проблемы, которые возникают при ведении бизнеса. С этим клиентом, с каким-то другим. Этот кейс у нас будет последним, он наиболее такой, наверное, эмоциональный. Ситуация у нас была следующая. Один из наших клиентов, он пострадал в бизнесе. Ну как бы все понимают, что бизнес – это всегда риск, это всегда очень много разных условий. Но так получилось, что все риски и всю вину за свои потери он решил возложить на нас. Хотя, в общем-то, прямой нашей ответственности и вины в этом не было. Ну и так как мы знали, что, в общем-то, мы не виноваты, у нас все в порядке там и как бы с нашим поведением, и с нашим договором оферты и так далее, то мы, в общем-то, и не переживали. А человек… Не знаю, в зале есть люди по фамилии Петров? Если есть, поднимите, пожалуйста, руку. Нет, замечательно. Ну тогда назовем этого человека Петров. На самом деле, конечно, фамилия другая, но чтобы как-то его обозначить. Этот человек был настроен очень серьезно. У него было время, ресурсы, у него были знания. И он решил просто убить наш бизнес. И он начал везде в сети оставлять негативные отзывы. Он создал отдельный ресурс по отзывам, где писал от своего имени, от имени многочисленных фейковых пользователей. И, в общем-то, первая наша ошибка, она заключалась в том, что мы не приняли это всерьез. Ну, как бы мы же понимали, что мы ни в чем не виноваты. И мы же понимали, что, в принципе, он не прав. И мы думали, что, ну, кому это надо вообще вот как бы тратить столько своего времени, ресурсов на то, чтобы вот о ком-то вот плохо писать в интернете. Хотя, вы знаете, если говорить по-человечески, то вот мой личный опыт говорит, что на самом деле ресурсы находятся. И, например, если меня где-то очень плохо обслужили или нахамили, то так как я такой человек, живущий в интернете, первое желание, которое у меня после этого возникает, это пойти в интернет и во всех своих соцсетях, где я зарегистрирована, написать, что, ах, какие они плохие, не ходите никто к ним, и вот как бы вот так вот они поступили. Ну, может быть, детская реакция, да, но вот она есть. И у этого клиента она тоже была, может быть, в несколько гипертрофированном виде. Вот, поэтому мы спокойно продолжали работать, а через какое-то время заметили, что у нас начались проблемы с продажами. Часть клиентов, которые раньше с удовольствием покупали наши продукты, просто стали пропадать. Еще часть клиентов, спасибо им за это, откровенно говорили, что, ну, как бы все нормальные люди, которые покупают в интернете программный продукт стоимостью, там, от 1000 долларов и, там, до 2500 долларов, сколько стоит наш программный продукт, после того, как они ознакомились с официальной информацией, они идут гуглить отзывы, правильно? И что они там видят? Они видят во всех поисковиках примерно первые две страницы в контексте, что мы мошенники, что мы всех кидаем, что мы нехорошие, что связываться с нами не надо. Ну и, разумеется, о какой продаже после этого может идти речь. Тогда мы призадумались и решили как-то с этим человеком, с Петровым, начать дискуссию на тех площадках, где он оставлял отзывы. А в этом была вторая наша ошибка. То есть мы же писали так конструктивно, мы указывали на те несоответствия, которые были в информации от него, на какую-то нелогичность. То есть, по сути, мы выставили как раз его вот таким, ну, несколько неадекватным человеком. Мы говорили, ну, смотрите, вот здесь вы пишете, что вам задолжали там такую-то сумму, а здесь уже сумма в пять раз больше, а здесь вы пишете так, а тут так. Вот. А человек просто как бы в ответ на одно наше сообщение было, десять сообщений от него и еще от девяти фейковых пользователей, причем с большим количеством оскорблений, в очень грубой форме. Вот. И когда даже приходили наши другие, реальные клиенты, которые писали там положительные отзывы, которые говорили, что, ну, как же так, вот я работаю с этой компанией, да все в порядке, там, они молодцы, там, меня все устраивает, то в ответ на такие реальные пользователи, на такие реальные, как бы, сообщения шла тоже реакция в контексте, что либо это кто-то из наших сотрудников так зашифровался, либо этому человеку заплатили, и вот он такой вот, ну, в общем, с использованием разных грубых выражений, как бы и унизительных, и в конце концов, ну, как бы реально складывалось ощущение, что мы вообще отвратительная компания, работать с нами нельзя. Совершив вот таким образом уже две ошибки и потеряв порядка, ну, там, нескольких месяцев, и у нас уже начались, как бы, реальные проблемы, мы задумались, что же делать. В первую очередь я обратилась в одну из профессиональных компаний, которая занимается продвижением SEO, с вопросом, что нам будет стоить, чтобы как-то вот эту поисковую выдачу нейтрализовать. Нам бы это стоило порядка 45, 50 тысяч рублей в месяц для того, чтобы вместо плохих отзывов появились хорошие, и где-то через полгода мы бы получили первые результаты, и после этого нам бы еще надо было продолжать и продолжать и продолжать. Но самое главное, что вне зависимости от того, какие деньги и время и остальные ресурсы мы на это тратим, это не решает вопрос. Это идет объявление войны в ответ на ту войну, которую объявили нам. Это получается такое перетягивание каната, кто кого пересеошит, кто кого переборет, кто кого там перемудрит, и в этом нет конструктива и совершенно непредсказуемый результат, который мы получим. И тогда мы приняли решение идти на переговоры с Петровым, и переговоры. Он пошел на эти переговоры не сразу, правда, то есть это было непросто, и сами переговоры длились несколько дней. Мы долго обсуждали, как нам это все решать, как нам из этой ситуации выходить, ну и в конце концов мы договорились, то есть мы составили соглашение об регулировании конфликта, где перечислили все те действия, которые мы ожидаем от него, все те действия, которые совершаем мы, подписали, и, соответственно, все сделали, все наши обязательства как бы выполнили и мы, и он, и конфликт был исчерпан. Это было в начале 2015 года. По условиям этого соглашения он должен был удалить все негативные отзывы, которые он оставил, их было реально очень много, и они были все оптимизированы под запросы специальные, а там, где он не мог бы удалить, где он оставлял их на тех ресурсах, ну, когда уже не хватает прав, он должен, ну, как бы по нашим договоренностям, он должен был оставить сообщение, что, как бы он снимает свои претензии, он приносит свои извинения, что, как бы, конфликт исчерпан и так далее. Он попросил нас, чтобы мы подготовили такой текст, мы его дали, и он честно на всех тех ресурсах, которые, как бы, где он не смог удалить сообщение, он разместил этот текст. И буквально через месяц поисковики все это переиндексировали, то есть это произошло достаточно быстро, и сейчас, в общем-то, отзывы, негативные отзывы о нас практически невозможно найти, а там, где они остались, то в конце идет вот такой вот положительный текст о том, что проблема решена. И вот эта ситуация, она достаточно серьезная, потому что, ну, как бы, это реальная война, в которой вы сражаетесь, и какие здесь способы решения, да, можно найти в такой ситуации. То есть когда человек реально объявляет вам войну, он настроен серьезно, а вы совершаете одну ошибку за другой в ведении этой войны, и что же вам остается в конце концов? На уровне коммуникации. Большой нашей ошибкой, ну, как бы, я уже перечислила то, что сначала мы не реагировали на его действия, а затем мы устроили с ним дискуссию на его же уровне, и на уровне коммуникации ошибкой было то, что вот как раз, да, Кира о чем-то упомянул, что мы выставляли его, ну, скажем так, неадекватным человеком, не совсем уравномешанным и так далее, и это его бесило. То есть у человека просто прибавлялось в сотни раз энергии на то, чтобы продолжать свои военные действия против нас. Просто вам нужно было его еще чуть-чуть вверх вывести, сдать ментам. А ты думаешь, мы этого не делали? Значит, плохо довели. Ну, как бы, много было разных действий предпринято, и я считаю, что то, как решалась в итоге проблема, это было наилучшим решением. Мы обратились к нему уважительно, мы обратились к нему по-человечески, и мы сразу продекларировали, что мы готовы решать вопрос до его окончательного решения. И здесь нужно важно понимать, что мы апеллировали к его положительным чертам. То есть разговор был примерно в таком ракурсе, что там «Иван Иванович, вы умный человек, вы хороший бизнесмен, вы действительно серьезно пострадали, мы вам очень сочувствуем, мы готовы как-то компенсировать ваши потери какие-то, может быть, моральные какие-то издержки в тех рамках, в которых мы на это способны». И обратившись к нему с уважением и продекларировав то, что мы ему сочувствуем, и то, что мы как-то готовы чем-то помочь ему в той ситуации, в которой он оказался, хоть мы и не несем как бы вины, это кардинально переменило ситуацию. То есть это, во-первых, позволило вообще начать переговоры, и в дальнейшем это позволило привести их к положительному решению. И здесь, ну, шпаргалка у меня больше не осталась, поэтому теперь придется рассказывать из головы, здесь я считаю очень важным уроком, который мы извлекли, это именно вот это вот стремление понять клиента, потому что он не от хорошей жизни начал так себя вести. Каким бы неадекватным он нам ни казался, какую бы, может быть, там, ну, ерунду он не писал в интернете, у человека была действительно серьезная проблема, он действительно серьезно пострадал, и он нашел тех людей, ну, вот, на ком он решил отыграться, и это, к сожалению, оказались мы, и нам как-то с этим пришлось сражаться. И вот когда мы по-человечески поняли, и открыто ему сказали, что мы вас понимаем, и мы вас сочувствуем, и вы умный человек, да, а когда вы говорите человеку, что вы умный человек, вы молодец, он начинает себя вести как умный человек и молодец, но это психология, да, это родители детей об этом знают, что, ну, как бы, если говорить ребенку, что ты дурак, ты дурак, ты дурак, да, он начинает приносить двойки из школы. Вот, у взрослых людей точно так же, если вы апеллируете к каким-то положительным чертам, человек начинает с вами, с этой точки зрения, как бы, своей личности общаться. И, ну, Кира, сколько времени? Говори, говори, говори. Я, знаете, я сейчас открою секрет, да, Кира хочет, чтобы я подольше рассказывала, потому что я видела его первый слайд, его презентации, на нем написано... Третий. Третий. В жопу слайды. Вот. Поэтому я перейду, как бы, к следующему разделу. Если у вас сейчас есть, может быть, какие-то текущие конфликты незакрытые, да, там, в бизнесе, там, с клиентами, может быть, с коллегами иногда, то есть мы с вами рассмотрели три кейса. Это непопулярные решения, которые вам приходится принимать, это какая-то поддержка и повседневное общение с клиентами, и это ситуация, когда клиент объявляет вам войну. Ну, когда я готовила презентацию кейсов, этих было больше, я решила оставить вот эти три, как, наверное, наиболее такие часто используемые, универсальные, вне зависимости от бизнеса, который вы ведете. Вот. Ну, вот, если у вас есть вопросы, задавайте. Спасибо большое за доклад. Вот, хотелось бы, вот, услышал я, всегда нужно работать с негативом, особенно, как бы, последний кейс меня вообще удивил, то есть, вот, в плане подхода, потому что, вот, у нас есть, да, вот, как бы, бренды, где есть такие социально активные личности, там, потрясенные жизнью, знаете, хорошая история, парень бегает по комнатам и кричит, Иванова дура, Иванова дура, и говорят, парень, мы не знаем, кто такая Иванова, знаете, она такая дура, и побежал дальше, вот это вот примерно такая же ситуация. Я и с ней, Светалик, это B2B? Да. Вот. И, собственно, вопрос мой, почему было, вот, принято вот это решение касательно того, чтобы вести с этим человеком диалог, там, да, идти дальше, потому что у нас, как бы, да, вот, есть правила, там, касаний, если мы видим, что человек неадекватен, с ним лучше просто дальше, вообще, как бы, не касаться его, не конфликтовать, использовать другие методы. И второе, что, когда мы начали работать уже, там, над тем, чтобы убить негатив, там, да, создать, убрать это все, там, каким-то образом, ну, юридическим, неважно как, то, вот, как бы, мы никогда не договоримся с такими людьми, потому что нет никакой гарантии, что завтра для него это не станет основным источником заработка. Почему вы решили, вот… Во-первых, почему мы решили, да, ну, во-первых, на наш взгляд, такая стратегия, она вела к окончательному решению, потому что, если с человеком начинаешь общаться по-человечески, он на это откликается. А с этим клиентом у нас была определенная история отношений. И я напоминаю, что у нас все общение удаленно через скайп-чат, а история хранится. То есть мы подняли историю за первые месяцы нашего сотрудничества, мы перечитали, мы увидели, что человек, в принципе, общался нормально. В определенный момент, ну, что-то произошло, да, вот, но, как бы, бывают моменты, когда он общается нормально. Давайте попробуем эти моменты вернуть. Это один момент. Второй момент – это чистая математика. То есть я озвучивала, как бы, да, во что бы нам обошлось, если бы мы подключили SEO. Это совершенно непредсказуемые суммы, то есть понятен только их какой-то порядок. Вот, и, как бы, чисто по деньгам, ну, несопоставимы, в общем-то, были наши затраты на урегулирование по сравнению с тем, если бы мы пошли по пути боданию, как бы, SEO. Ну, а вы не переживаете, что через два месяца у него закончатся деньги, ему захочется выпить? Он напишет опять кучку негативных отзывов? Виталий, здесь зависит от того, как вы с человеком общаетесь. То есть, на самом деле, процесс конфликтных переговоров – это, безусловно, процесс непростой. И если кто-то из присутствующих в зале в такие ситуации попадает, есть большое количество тренингов на эту тему. Я их в свое время проходила и советую тоже всем пройти. Как бы, если у вас таких ситуаций нет, то и не надо. А так, вообще, как бы, эта штука полезная. И когда вы эти переговоры ведете, вы в том числе прогнозируете поведение человека, возможные риски, и предугадываете это, и ведете переговоры именно в этом ключе. С момента разрешения ситуации, я напомню, что мы ее разрешили в январе 2015 года, сейчас сентябрь, все в порядке. И, возможно, этот человек совершает какие-то действия, которые мы можем посчитать неадекватными, но не в наш адрес. Я понял, спасибо. Так, наверху были вопросы, я видел руку, но не помню где. Добрый день. Ольга Лысова, PR Holding. Скажите, пожалуйста, вот есть вторая категория конфликтных клиентов, которые, я здесь, которые заведомо настроены на негативное в общении до момента получения результата. То есть, пока идет прямая работа с клиентом, каждое действие он расценивает как негативное, которое будет там либо провальным, либо неудачным, а потом, когда клиент получает уже готовый результат, он видит, что картинка, в принципе, и соответствует ожиданиям, и пропадает. Но те негативные отзывы, которые уже им где-то оставлены, предположения, обсуждения, так и остается. После этого клиент на контакт не идет. А можно пример привести? Вот у меня не очень понятна конкретика ситуации. Пример – работа с раскруткой одного из ресторанов Санкт-Петербурга. Мы получаем компанию, которая заведомо провальная, идет в минуса, мы начинаем ее поднимать, мы делаем редизайн ресторана, переработку меню, меняем шеф-повара. Клиент на каждом этапе, где-то там на форумах еще что-то обсуждает наши действия. Вот это зачем они делают, это как, это что. Потом, когда спустя полгода ресторан начинает выравниваться и идти в плюс, клиент говорит, все, спасибо, ребята, вы классные, и пропадает. Все нормально, его все устроило. Спасибо. Мне кажется, здесь два момента важные. Первый момент – это вы не доносите до клиента ценность ваших действий по выведению его как бы в нормальное положение, потому что он не понимает, что делать и зачем. И это в первую очередь ваша вина, что клиент этого не понимает. Каждое действие экономически просчитано и показано клиенту, почему именно в этой ситуации надо так поступить. Это замечательно, что оно показано, но клиент не понял. Понимаете, это, вы знаете, вот техподдержка, я приведу в пример. Вот у нас клиент, например, пишет обращение в техподдержку, а ему отвечает дежурный программист. А клиент, например, у нас живет где-то там в небольшом хуторе на Украине, у нее вот есть свой этот интернет-магазинчик. Вот она туда написала, а ей вот этот программист ответил. Это, знаете, разговор глухого со слепым. Они оба стремились друг другу что-то сказать, но никто ничего не понял. И программист написал все правильно, но есть вопрос коммуникации. Это когда вы донесли и убедились, что вы донесли. Если вы с клиентом общаетесь, вот тоже такой пример, в скайп-чатах менеджер объясняет клиенту, как настраивать сайт. Она написала все по инструкции и говорит, вы все поняли? Есть вопросы? Только после этого она прекращает общение, если клиент подтвердил, что он все понял, и вопросов нет, и все устраивает. Если у клиента возникают эти вопросы, и он еще идет с ними куда-то на форуме, это в первую очередь ваша недоработка. Второй момент, что на этих форумах реагируете ли вы на эти сообщения, и если реагируете, то как? Реагируем и поясняем. То есть наши менеджеры находят комментарии относительно нашей компании, доносят до клиента, делают выводы, другие люди подключаются, как бы поддерживают нашу позицию, тогда клиент успокаивается и начинает искать косяки другие в работе. И так же, вот я говорю, уже за последние пять лет трое таких клиентов были, которые успокаиваются, только когда видят конечный готовый результат, который их устраивает. Все остальное время они думают, что их обманут, потому что до работы с нами они уже натыкались на компании, которые из них просто вытаскивали деньги. Это нормальная ситуация. Тревожный клиент. Здесь очень много психологии, и особенно если клиента уже несколько раз обманули, то нужно быть очень прозрачным перед ним. Вот этот момент прозрачности, когда мы меняли тарифы, у нас была вот эта тактика открытости и прозрачности. То есть мы объясняли нашим клиентам, почему мы так делаем, зачем мы так делаем. Мы приводили в пример цифры, которые, в принципе, может быть, даже и не стоит их открывать, какие-то внутренние. И вот эта открытость, она и их такую же реакцию вызвала в ответ. И здесь получается, что вы сталкиваетесь с клиентом, если на первом этапе он выражает какую-то тревогу, даже не вам. Ну, хорошо, если вам. Значит, он не пошел никуда на форум, не написал, вам не нужно это разгребать. Но если уже вам выражается какая-то вот эта история вопроса, человек рассказывает, что он обращался, его там подвели несколько раз уже, то вам нужно выполнить качественно свою работу. Это такой минимум на самом деле. Вам нужно в первую очередь здесь работать с тревогой этого клиента и с тем, чтобы донести его ценность того, что вы делаете. И про отзывы тоже. Просто скажите, что если у вас есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы всегда рады. Он обращается, клиент, к нам, но параллельно. Он считает нужным вынести куда-нибудь вопрос на общественное обсуждение, чтобы люди его помусолили и пришли к выводам, правильно мы делаем или неправильно. Ну, в силу того специфики, что в этих форумах очень часто дилетанты или непрофессионалы, как бы оценочные суждения там неверные. И клиенты могут начинать там звонить, спрашивать, а вот там вот мне 150 человек сказали, что вы так не делаете. Мы ссылаемся на авторитарность мнения этих людей, показываем как бы выводы, почему мы именно так делаем. Но вот эти вот разговоры, они могут длиться там от двух дней до месяца убеждения клиента, что на данном этапе мы делаем правильно, именно потому, именно так. А смотрите, у вас уже было три таких клиента. Значит, у вас есть три замечательных кейса. Вы их можете просто оформить как кейсы. То есть смотрите, то есть придет такой же четвертый клиент, а у вас уже вот они, карты в руках, вы говорите, смотрите, у нас уже три раза были ситуации, когда мы предлагали клиенту вот такую-то стратегию. Клиент что обсуждал с нами, не с нами, выносил это на всеобщее обсуждение, был недоволен, писал какой-то негатив про нас. И вот такие результаты как бы по нашей работе он в итоге получил и в общем-то остался доволен. Очень опасная стратегия, потому что клиент решит, что эти хорошие результаты получились, потому что он так давил на компанию. Вот именно. Мы с третьим клиентом мы пробовали сцелаться на первых двух, он говорит, так, значит, я с двойной силой буду контролировать каждый шаг, везде все обсуждать. Можно вопрос задать, а зачем вы вообще с ним работаете? Ну вот, у нас... Это вопрос, который я хотел задать. Ну вот просто, зачем, да, вот как бы... Так все плохо. Вот SEO, рынок, ну как бы... Так все плохо, да. Хуже, как бы, я не знаю, я не представляю себе, да, ну для себя там я в разных сферах сталкивался. Виталий, ну там не SEO, там и смена повара была и разные другие действия. Ну вот хорошо, в SEO 9 из 10 клиентов приходят, они уже в заявке пишут, мы знаем, что вы нас кинете. Ну тут приблизительно то же самое. Сколько месяцев и какая обонплата, то есть, ну и все. Так все приходят, как бы, и здесь вопрос... У меня основной вопрос у клиентов, когда они приходят, где гарантия того, что у нас будет результат? Ну... А вы им гарантируете какой-то результат? Мы гарантируем результат, потому что у нас большая часть оплаты идет уже по процентам с выгоды клиента, которую он получит. Но вы потратите больше сил на поиск адекватного клиента. Ну если клиент уже пришел, заключил договор, мы начали работать и спустя две недели выясняется, что у клиента паранойя, что его кинут, что его обманут. Пропишите в договоре пункт, что при выявлении у клиента паранайдальных наклонностей... Штраф 100%. Мы можем разорвать договор. Форс-мажор допишите себе и все, если у вас это постоянно. Я не буду скрывать, у нас уходят клиенты, мы не со всеми срабатываемся, но это как вот, собственно, никто не может сказать, что у нас там вечный лайфтайм клиента, потому что, да, бывают неадекватные клиенты. Это проблема. Лучший вариант с этим клиентом, вот как бы вообще, чтобы он не выносил, там не этот как бы, ну, лучший вариант просто сказать, извините, мы вам не подходим. Все как бы. Да, на самом деле, это нормальный вариант. То есть вы устанавливаете свои границы тоже, да, вот о чем я говорила. То есть вы с уважением относитесь к клиенту, но вы ожидаете ответного уважения к своей работе. То есть вы профессионально работаете, и если вы видите, что клиент эти границы нарушает, и его работа, вне зависимости от оплаченной суммы, может принести вам убытки и вот в репутационном каком-то плане, это стоит тоже сразу обсудить, говорить и, может быть, сказать, что там, порекомендовать кого-то из своих коллег. Мы так иногда делаем. И может быть, какие-то штрафные санкции. У нас чуть-чуть другой принцип. Мы стараемся, чтобы каждый клиент остался довольный и любой ценой. Это, не знаю, даже. Как так можно вообще? Все люди разные. Я говорю, иногда вот попадаются такие экземпляры. Спасибо, в принципе. Мертвые, как известно, не потеют. Виктория, хотел спросить, а не было ли возможности в вашем случае до того, как клиент это вынес на всеобщее обозрение, ну, не было от него сигнала, что ему не нравится, что-то плохо, не так? Ведь, как правило, люди не выносят просто так вот ссоры из избы. Ну, хотя бы говорят там, ну, фигню, что ты делаешь мне? Да ты вообще денег столько взял, а где результат? Ну, в общем, всякое бывает, но доносится обычно. Ну, вы знаете, если бы было, вообще, как бы, разбирать ситуацию, как бы могло быть, наверное, в нашей ситуации это было невозможно. Во-первых, как я уже объяснила, что мы недооценили тот риск, который нам несут действия этого клиента. Во-вторых, клиент сразу начал вести себя достаточно агрессивно по отношению к нам. А на агрессию сложно реагировать как бы конструктивом. Ну, это тоже такая человеческая реакция. То есть на агрессию была агрессия, что подогрело клиента, и он пошел постить везде все. Ну, да. Ну, нет, в ответ не было агрессии. Мы как бы вели себя достаточно корректно, но мы не пытались... Ну, не то, что... Нет, ну как, ну, мы говорим... У нас есть определенные правила. Они прописаны. У нас достаточно регламентирована вообще наша деятельность. И практически по каждому поводу у нас есть пункт, куда мы можем ткнуть пальцем и сказать, что, ну, смотрите, все описано. Но мы все живые люди. И если нам самим начинают тыкать в пункты оферты, да, с которыми мы обычно ставим галочку в чекбоксе и нажимаем кнопку «Окей», то это всех раздражает. Все хотят человеческого отношения, все хотят понимания, все хотят, чтобы их проблемы были решены там все равно за счет каких ресурсов. И на тот момент мы были не готовы... Ну, как бы мы понимали, что нашей вины в происшедшем нет, и мы не понимали, почему мы должны затратить какие-то свои ресурсы, чтобы эту проблему решать. А спустя некоторое время мы стали готовы затратить какие-то свои ресурсы для этого. Ну, вот мысль, может быть, на будущее поможет. Может быть, есть смысл закладывать какую-то дополнительную стоимость в ваши контракты для того, чтобы потом таким клиентом компенсировать. Потому что, ну, чаще там легче какую-то часть денег вернуть, сказать, ой, извини, ну вот не сработались, давай вот чуть-чуть вот это тебе назад, ну, там, часть что-то наше, и все. Вот по услугам регулярным мне, например, иногда легче месяц вернуть назад и сказать, извини, мы не сработались, вот сходи еще, посмотри, рядом там ребята делают, может быть, у них лучше. Он довольный, он целый месяц назад забрал. Я довольный, потому что геморроя больше не будет с ним, все хорошо. Ну, мне кажется, не совсем наша бизнес-модель укладывается, потому что, ну, во-первых, за 4 года был один такой клиент, там были совершенно объективные обстоятельства, которые больше не повторятся, скажем так, да, из-за которых его бизнес пострадал. Вот, то есть там очень, ну, как бы рискованно себя повел человек, который был нашим партнером. Вот, то есть мы, как бы, прямого отношения к этому не имели, но опосредованное как бы имели, и поэтому мы и взяли на себя, в общем-то, определенную часть того, чтобы как-то этому человеку помочь свой бизнес реабилитировать. К сожалению, наверное, вот эта идея нам не очень подошла бы. Но спасибо большое за совет. Еще вопросы? Виктория, то есть, если я буду постить про вас гадости, я могу получить от вас какие-то бонусы, я так понимаю? Нет. Тут 200 человек таких. Я просто уже задумался, думаю, что хорошая стратегия. Как можно заработать на OpenTrade, да, отлично, четвертый кейс нашей темы. Я уже об этом думаю. Нет, там была другая ситуация, и нужно понимать, что все наши отношения, ну, как я уже сказала, да, они задокументированы, они зарегламентированы. И это есть определенный, достаточно тонкий слой коммерсантов, вот этого класса посредников, которые работают с товарами Taobao, которые по большому счету все друг друга знают. И это не такая ситуация, когда кто-то пишет негатив про МТС, там, или про Сбербанк, там, или что-то еще, да. То есть это такая вот определенная тусовка, и если на эту тусовку приходит неизвестно никому человек, там, или 200 человек, и начинают что-то писать, ну, не знаю, как-то это выглядит странно. Ну, сценарий зависит. Ну, да, конечно. Мне, знаете, мне вообще вот всегда очень сложно понять, что в голове у людей, которые, вот, которым в голову приходят такие идеи. Я просто другой человек. Я тебе сейчас расскажу, это очень просто. Представь себе, что вот, вот, вот голова, да, а внутри нее ничего нет. Вот вообще ничего. Какие-то ужасы уже начали. Подожди, подожди, а вот смотри, а на задней части, вот там вот позвоночник входит, стоит маленький генератор случайных чисел. Представила? А у тебя представь, что он все время ломается. Кира, ну, примерно, не совсем в своей области. Я начинала свой доклад с того, что, как бы, наша миссия, да, это цивилизованный рынок. И вот, ну, меня просто поразила эта гипотеза, которую вы выдвинули, что сейчас, послушав этот интересный доклад и историю про то, что, какие могут быть методы ведения переговоров и коммуникации с клиентами, которые объявляют вам войну, это радостно выйти из красного зала, пойти и объявить войну. Ну, вот, наверное, мой доклад как-то вот не очень был понят, да. Страшно, опасно стало, да. Задайте мне, пожалуйста, да, вот вы задайте вопрос. Виктория, вы смотрели фильм «Бойцовский клуб». Да. Помните тот момент, когда главный герой объясняет принципы работы крупных корпораций своей попутчице? Может быть, недословно, но там, где речь идет о реакции на аварии и возвраты автомобилей. Ну, вы свою мысль договорились. То есть, там речь шла о том, что корпорация оценивает свои затраты на компенсацию судебных издержек и возврат автомобилей. И принимает решение, что им делать. То ли откупиться по суду, то ли сделать возврат автомобилей. То есть, вы не думали о том, что многие проблемы дешевле решить деньгами? Конечно, думала. Бизнес, он всегда вообще думает о деньгах. И это, наверное, та мысль, которую я забыла озвучить в своей презентации, но которая важна. Наш опыт показывает, что выстраивание человеческих отношений с клиентами обычно обходится дешевле, чем попытки решить какие-то вопросы финансово. То есть, конечно же, если финансово дешевле, то можно решить финансово. Но в целом, в общем, в рамках ведения бизнеса дешевле обходится выстроить искренние, доверительные, уважительные отношения со своими клиентами. И если у кого-то есть вопрос, что можно почитать на эту тему, я бы посоветовала книгу Максима Недякина «Искренный бизнес». То есть, это та книга, которую у нас все менеджеры прочитали, и мы по ней выстраиваем свое общение с клиентами, и результаты нас радуют. То есть, мы получаем очень много позитивных откликов и позитивной обратной связи от наших клиентов. Вы, главное, с итальянцами не начинаете так работать. У нас есть хорошие кейсы по работе с Израилем. С Израилем? Говорят, еще можно. С Италии радикально не советую. Наблюдал. Такие дружелюбные парни. Еще вопрос? Да, можно вопрос еще? Руку поднимите. этого негативного Петровича, или как мы фамилию там дали. Были ли у него конкретно какие-то просьбы, или вы ему что-то предложили? Каким образом у вас сложился диалог в этом плане? Он что-то хотел, или вы ему предложили, давайте мы вам дадим вот это, и вы приносите извинения, и все такое? мы предложили, мы предложили условия, в которых мы описали, что мы готовы сделать, и чего мы в ответ ожидаем от него. То есть действия были обоюдными. Как он должен был совершить раздействие, как минимум он должен был удалить, либо нейтрализовать весь тот негатив в сети, который он оставил, и соответственно, ну то есть мы отслеживали все это дело, мы все это проверяли, и я ему говорила, смотрите, вот я еще нашла, смотрите, вот я еще, он говорил, уху-ху, ушел, там тоже удалял, да? Мы о нем тоже писали, в общем-то, не очень хорошую статью, скажем так, да, мы тоже ее со своей стороны удалили, и там урегулировали как бы вопросы чисто касающиеся бизнеса, то есть мы, инициатива была от нас, мы составили как бы варианты действий, и у него возражений не было, он просто подписал это соглашение и выполнил все свои обязательства. А можно немножко приоткрыть, что вы ему такое предложили, что он согласился, что он успокоился? Мы дали денег. Понятно, все, спасибо. Еще вопросы? Твои риски только что еще раз. Виктория, я просто хочу сказать, что я не буду, опять повторяюсь здесь, я не буду спамить вот здесь, я не буду плохие отзывы расписать, спасибо вам, но мысль правда так сработала, я просто сейчас сижу, думаю, почему вы как на шантаж среагировали, я честно, вот сейчас не знаю, правы вы в этом или нет, потому что вы попавились на шантаж и как-то откупались с деньгами, тогда появляется идея утрей шантажа. История, которая длилась на протяжении нескольких месяцев, но мне было бы сложно уложить 20-минутный доклад, тем более, когда это только один из кейсов, поэтому я, может быть, там не все перечисляла, что мы делали, я перечислила основные ошибки, основные этапы развития событий и основные тезисы, на основе которых мы нашли решение. Поверьте, мы много чего пытались делать, как решать, находить какие-то пути регулирования, но, в общем-то, все то, куда мы тыкались, не дало такой результат, как итоговый вот этот выбор обратиться, ну, как бы, апеллировать каким-то положительным качеством этого человека и предложить ему какие-то варианты компромисса. Я понял, просто на шантаж, ну, в моей картинке мира как-то отзываться, ну, идти на перемирие нельзя. Может быть, вы правы, я не буду спорить, правда. Нет, ну, слушайте, есть мировая практика, все более-менее знают, что единственная страна, которая более-менее справляется с террористической угрозой на своей территории, это Израиль, который гарантированно отстреливает всех, кто пробует его шантажировать вне зависимости от собственных потерь. А то есть, все-таки я прав, да? Но жизнь же покажет. Какую степень. Ну, то есть, я за тебя вот честно волнуюсь в этом месте, потому что сейчас показал ОК, что если на тебя сильно давить и хорошо прикрывать то лыд, то ты вскрываешься. Ну, теперь-то у меня тоже в опыте есть как бы кейс, когда на меня давили. Я поступила таким-то образом. И если в следующий раз... Ну, я просто буду как бы на взлете отстреливать и, в общем-то, не доводить ситуацию до такого уже апогея. Вот, отстреливать на взлете, это хорошее решение. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, Воронежский государственный университет. Скажите, пожалуйста, где здесь грань между откупом и того, что вы назвали выходом на переговоры, человеческими отношениями? Где здесь грань, собственно, если вы нам сказали, что вы дали ему денег? Ну, эта сумма была взята не с потолка. Вот, то есть у нас как бы была с ним история отношений, история бизнеса, отношений, финансовых отношений. Мы абсолютно точно знали, сколько он вложил. Мы приблизительно понимали, сколько он потерял. И мы понимали, какая часть вины, так или иначе, может быть, там на каких-то моральных основаниях. Ну, не то, что она лежит на нас, да, но мы, в принципе, готовы ее компенсировать. То есть там, ну, это как бы математика. То есть вы как партнер, да, той организации, которая по факту нанесла ему какой-то ущерб, вы просто компенсировали то, что... Да, да. Как вы считаете, кто победил в этой организации? Кто победил в Айди? Так войны-то, мы же прекратили войну. Здесь как бы о чем? Понимаете, вот пока мы вели войну, победы не было. Пока мы пытались вот дискутировать, общаться на том же уровне, он нас выставляет, извините, мудаками, да, мы его выставляем идиотом, а решения не было. Вот пока вот это вот все было, решения не было. Когда мы решили как бы как раз вести переговоры, то, ну, мы-то точно выиграли, да, потому что... В итоге же он получил, чего хотел. И мы получили, что хотели. Мы получили абсолютно то, что мы хотели. Вы получили войну. О, его цель была убить наш бизнес. То есть у нас уже, как бы, его называли, а, Петров, гробовщик, как бы, понимаете, то есть человек реально шел в этом направлении. И он успешно туда шел. Спасибо. Печально. Оля, вопрос? Это еще один вопрос. Можно вот не вопрос, а очень легкий комментарий. Дело в том, что я вот удивлена. И я тоже эксперт по коммуникациям, немножко из другой секции, этот ком, теперь я это мигрировала из соседнего зала. Я удивлена количеством людей, расценивающих поведение как шантаж и удивляющихся в ответ на то, что была обычная совершенно практика медиации. Она принята во всем мире, юридически. Вам кто угодно может рассказать, что есть такая история, как мировое соглашение. Практика медиации, когда вы садитесь с посредником, медиатором и рассказываете ему свои, в общем, сложности и обстоятельства. И он приводит вас к мировому соглашению. Это не бог и вещь что. Совершенно не обязательно давать в морду первому встречному, если он дал вам в эту морду. Можно, в конце концов, как-то, я не знаю. Пригласить медиатора. Пригласить кого-нибудь, у кого, да, удар лучше поставлен. Или, в общем, в принципе, обнять и сказать, дружок, ну ты что, ты меня перепутал. То есть, почему вас так сильно это удивляет? Ведь результат достигнут. Он достигнут небольшими затратами средств. Он достигнут довольно быстро. Ребята разгребли кейс, который был вообще, в принципе, к ним совершенно косвенное отношение имел. получили прекрасный бонус в виде положительного образа на глазах тех людей, которых эта ситуация разворачивалась. Потому что это не полгода, даже больше полугода длилось. Мне кажется, вообще похлопать надо и сказать, классно у вас получилось. Оля, спасибо большое. Ольга Жашкова, благотворительный фонд Детские сердца, аксессии, эксперты в Честной палате. Вот по поводу комментариев. Просто банально нужно почувствовать разницу, что в принципе этот человек работал, его знают, и он как бы существующая личность. Шантаж, когда взяли просто, ну, необдуманно начали писать отзывы. И здесь, собственно, грубо говоря, если я завтра приеду и начну писать о вашем негативе, у нас есть паспортные данные этого человека, у нас есть его адрес, фамилия, имя, отчество и все остальное. Это реальный клиент, с которым у нас была история финансовых отношений, договорных и так далее. Это реальный совершенно человек. Я стал чувствовать себя таким в стыде. Меня так застыдили за мои идеи про шантаж. Я прям даже не знаю. Да, мне в красном зале надо будет стать красным и провалиться сквозь землю. Нет, вы знаете, у нас просто такой здесь прям очень уютный вот зал. Нас тут много, нам тут немножко тесновато, но какая-то такая вот, мне казалось, атмосфера, и поэтому немного неожиданно прозвучало вот это. Но вопрос хороший на самом деле. Как бы все на эту тему задумались и хотя бы поняли, чем отличается шантаж от не шантажа. Я давайте резюмирую, да, чтобы у Кирилла осталось хоть немножко времени донести до нас идею о ненужности слайдов. Мы последние, так что мы можем здесь сидеть. Да, премии тут до полвосьмого, потом можем уже разглагольствовать. Мы же не случайно собрали такой зал? Конечно. Ну, тезисы, да, с вашего позволения в последний раз, это уважительное отношение, это стремление понять, то есть вот упор на коммуникацию, а не на правила. Правила должны быть, но в рамках этих правил нужно стремиться понять человека и решить его проблему. Вот и все. Спасибо всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова